Недостроенные дома, и в городе было в 2015 году 28, находились на контроле межведомственной комиссии. Они указаны в краевом реестре. Сейчас оттуда 10 объектов исключено. Завершилось их строительство, и люди получили долгожданные 2522 квартиры. Осталось в городе 18 проблемных домов. Сегодня представителей застройщиков вызвали на планерку и в очередной раз указали на сроки. Первый квартал 2018 года – это окончательная дата. Тема очень серьезная, и даже завтра будет совещание президента Российской Федерации проводить по этой теме. Не знаю, какие будут решения, но могут и быть жесткие решения по всем тем, кто допускает обман людей. Большим успехом считает глава города то, что не допустили в этом году появление новых проблемных объектов долевого строительства. Как только заключается первый договор долевого участия, начинает мониторить строительство этого объекта. Для того, чтобы полномочия, которым наделен город, не дают возможность осуществлять контрольно-надзорные функции. Мы можем осуществлять только мониторинг. Мы видим, фиксируем и начинаем трезвонить во все колокола соответствующие надзорно-контрольные органы, имеющие соответствующие полномочия на принятие решений. У нас один рычаг в этом вопросе – это судебный порядок отзыва разрешения на строительство. Ну а с теми людьми, кто оказался в ловушке недобросовестных застройщиков, проведено 30 встреч. Принимаются все решения для того, чтобы помочь обманутым дольщикам от долгостроя передать собственникам квартир. Вновь говорили на планировом совещании и о выявленных в городе объектах автосервиса, работающих с многочисленными нарушениями. Их – 221. Это 137 автомоек и 75 пунктов шиномонтажа и 9 авторизованных техцентров. Прекращена деятельность в связи с грубейшими нарушениями экологического законодательства. 88 автомоек на 76 ограничено водоснабжение, то есть оно отключено практически, 12 автомоек. Закрыто 11 пунктов шиномонтажа. Заявил глава города и о новой структуре управления в администрации города. Она будет вынесена на утверждение депутатов на ближайшие сессии городского собрания. Сокращена должность заместителя главы города, ранее ее занимал Олег Есюк. Создается департамент по охране окружающей среды, лесопаркового и сельского хозяйства и промышленности. Руководить им будет председатель общественного совета курорта Андрей Платонов. Реорганизуется департамент по взаимодействию с правоохранительными органами. Он будет совмещен с управлением по профилактической работе с населением. Подвели на планерном совещании итоги работы в период Всемирного фестиваля молодежи и студентов и запланировали часть мероприятий на ближайшие месяцы. Как стало известно, в рамках предстоящего чемпионата мира по самбо в нашем городе появится памятник основателю этого вида боевого искусства Анаторию Харлампиеву. Чемпионат пройдет сочи с 10 по 12 ноября. Примут участие спортсмены из 90 стран. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.